По данным Генерального штаба ВСУ, больше всего попыток атаковать украинские позиции российская армия предприняла на Покропском направлении. Там силы обороны Украины отразили 24 штурма россиян. И более половины из них возле Селидова. Кроме того, 16 раз оккупационные войска безуспешно пытались продвинуться и на Кураховском направлении. Тактика российских оккупантов изменилась. Подобный характер атак, именно с использованием большого количества бронетехники, был зафиксирован на Кураховском направлении в районе Максимилияновки. Одновременно россияне задействовали более 30 единиц бронетехники. Причем 12 было уничтожено, 8 повреждено, а остальные отошли на ранее занимаемые позиции. Украинские воины отмечают, что на Покропском направлении россияне активно применяют пехоту и несут огромные потери в местных штурмах. Только за сутки на этом направлении российская армия потеряла более 300 солдат. Видео отражения атак противника и уничтожения его техники и живой силы бойцы подразделения Национальной гвардии выложили в сеть. Также бойцы отмечают, что на Купинском направлении российские оккупанты получили приказ любой ценой дойти до реки Оскол. Украинские воины выяснили, что противник подтягивает резервы и бросает их в так называемые мясные штурмы. Противник штурмует 24 на 7, бросает в бой бронированную технику. Вчера была очередная массированная атака. Армия РФ применила 17 единиц техники, но все потеряла. У нее приказ выйти к реке Оскол любой ценой. Чтобы его выполнить, она подтягивает на это направление все, что у нее есть. В районе Кругляковки противник давит в сторону берега. Там железная дорога, до которой он не может дойти. Российские оккупанты несут колоссальные потери. И рано или поздно это даст результат. Олесь Малеревич. Заместитель командира батальона ударных беспилотных авиакомплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВЭСУ. Яркие кадры уничтожения российской техники сегодня опубликовал главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. Он написал, что техника российских оккупантов будет полыхать до тех пор, пока они не уйдут с украинской земли. Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, потери армии РФ в Украине растут неуклонно. Только за прошлые сутки на фронте украинские военные ликвидировали еще 1460 российских оккупантов. Также, по данным Генштаба ВСУ, Сила обороны уничтожили за сутки еще 9 российских танков, 30 боевых бронемашин и 51 артиллерийскую систему. Кроме того, оккупанты утратили более 80 беспилотников, а также более 110 единиц автомобильной и спецтехники.